Еще вчера в Столизо-Чувашии началась метель. Синоптики предупреждали, она будет идти весь сегодняшний день. Так что снегоуборочная техника работает без перебоев уже почти сутки. Где дядя Федор? Он в машине сидит. Мы никак проехать не можем. Дорогу завело. Ну вот что, ездовые собаки, это я слышал. А вот что, ездовые коты, это грибок. Чтобы жителям Чебоксарского частного сектора не пришлось запрягать коров, собак или кошек для вытаскивания застрявшей в снежном плену машины, подобно героям мультфильма «Простоквашина». Сегодня весь день дороги чистит снегоуборочная техника. По городу задействовано 95 специализированных автомобилей и 115 дорожных рабочих. Только за прошедшую ночь на снежную свалку вывезли более 850 тонн снега. Более чем 80 рейсов сделали машины на снежную свалку. Также были подсыпаны во избежание гололедицы и снежной наледи. И на наледи было подсыпано более 400 тонн противогололедной смеси на улице города. По нормативам снег чистят от 3 до 6 часов. При этом снежный покров рыхлого снега даже во время снегопада не должен превышать 5 сантиметров. Что касается частного сектора, то здесь после того, как снег закончился, у дорожников есть 6 часов, чтобы привести все в порядок. Насчет дороги? Нормально, нормально. Чуть пошире надо, конечно, в некоторых местах. А если вот так погода вот такая плохая, приезжают, почистят. Некоторые раз даже утром, рано, счастливо уже едет. За частный сектор отвечает компания Дорекс. Если не получается пройти улицы в течение дня, то технику вводим на ночную дежурцию. То, что не доработали днем, дорабатываем уже в ночную смену. Внутриквартальные территории каждого района столицы Чувашии в этом году поделили между тремя компаниями. Так, в Ленинском районе снег чистят Алсерстрой. В Московском районе дом-сервис в Калининском магистрале. На сегодняшний день мы уже прочистили 6 проездов. Вот приступили к 7-му. Бич проездов – это автомобили, которые стоят и мешают уборке техники. Даже можно посмотреть, как прочистили, где нет транспорта, и как прочистили там, где стоит транспорт. Чебоксарцы могут, не выходя из дома, посмотреть, как работает снегоуборочная техника. На сайте управления ЖКХ и благоустройства есть специальная интерактивная карта. На ней видно, сколько техники работает в городе и где они находятся. А администрация столицы Чувашии напоминает, в такую погоду лучше не садиться за руль собственного авто, а воспользоваться общественным транспортом. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.